Летающий слонёнок Дамбо На прошлой неделе в мире большого кинематографа произошли значительные изменения, которые могут довольно сильно повлиять на жизнь поклонников крупных блокбастеров. Дело в том, что боссы киногиганта Дисней закончили процесс приобретения другой, не менее известной компании – 21 век Фокс. Таким образом, в данный момент в руках студии Дисней оказались права на все наиболее значительные франшизы современного кинематографа. Звёздные войны, все будущие части Аватара Джеймса Кэмерона, а также вся киновселенная Марвел. Примечательен и тот факт, что с покупкой студии 21 век Фокс Дисней получил права на таких персонажей, как Люди Икс, Дэдпул и Фантастическая четвёрка. Обладая этими героями, продюсеры и режиссёры Дисней смогут встроить их в другие ленты вселенной Марвел. Теперь Мстители смогут встретиться на широком экране с Савьером, Росомахой, Дэдпулом и другими культовыми персонажами. Перейдём к новинкам недели. Без сомнения, главным кассовым хитом нынешнего уикенда станет очередной эксперимент студии Дисней, продюсеры которой вот уже несколько лет выпускают полуметражные версии своих классических мультфильмов. На этот раз подобного рода ремейка удостоилась культовая анимационная лента «Дамбо». Мультфильм «Дамбо» вышел на широкие экраны почти 80 лет назад, в 1941 году. Это была история о маленьком цирковом слонёнке, который умел летать благодаря своим выдающимся огромным ушам. Пока непонятно, как будет развиваться сюжет нового фильма, однако наверняка диснеевские продюсеры постарались сохранить баланс между новыми сюжетными поворотами и классической историей. Возвращать слонёнка «Дамбо» на широкие экраны взялся великий сказочник Голливуда Тим Бёртон, последней работой которого на данный момент является экранизация книги «Дом странных детей Мисс Перегрин». Бёртон пригласил в проект «Дамбо», а множество известных актёров и актрис так в кадре. Появятся Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни Де Витта, Майкл Киттон, Аллан Аркин и многие другие. Также на этой неделе в широкий прокат выходит фильм ужасов под названием «Мы». Его режиссёр Джордан Пилл поразил всех два года назад, сняв крайне необычный ужастик под названием «Прочь», который стал его дебютом в кино в качестве постановщика. Эта лента была номинирована на четыре премии «Оскар», и в итоге Джордан Пилл получил заветную статуэтку за победу в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Во второй ленте этого режиссёра рассказывается история семьи из четырёх человек, которые приехали на отдых в пляжный домик. Там им предстоит встретиться и вступить в схватку с непонятными созданиями, которые выглядят как точные копии всех четырёх членов семьи. Главной роли в ленте «Мы» сыграли Лупита Нионга и Уинстон Дьюк. Сможет ли Джордан Пилл повторить успех своего дебютного фильма «Прочь»? Узнаем уже совсем скоро. Из отечественных премьер текущей недели нам бы хотелось выделить картину Антона Бильжо, которая называется «Амбивалентность». В ней рассказывается история двух молодых друзей. Они оба работают психиатрами, но совершенно по-разному воспринимают жизнь. В то время как один из них прилежный и правильный молодой человек, второй постоянно нарушает всевозможные нормы и ставит социальные эксперименты над своим окружением. Эти различия не мешали главным героям дружить до тех пор, пока они оба не влюбились в одну и ту же женщину. Антон Бильжо – молодой российский режиссёр, в активе которого на данный момент есть лишь одна полнометражная работа – мелодрама под названием «Рыба-мечта». Главные роли в ленте «Амбивалентность» исполнили тоже не слишком известные актёры – Данил Стеклов, Егор Морозов и Ольга Цирсон. В прошлый понедельник 45 лет исполнилась одной из самых ярких российских актрис современности. Обладательница награды Венецианского кинофестиваля – самобытной и невероятно талантливой Ксении Рапопорт. Ксения Александровна Рапопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде в семье инженера и архитектора. Ксения училась в школе с углублённым изучением французского языка и с детства увлекалась музыкой, спортом, а впоследствии стала поклонницей кукольного театра. После школы Ксении посчастливилось сняться в эпизодической роли в ленте Дмитрия Астрахана под названием «Изыди». Именно тогда она и решила стать актрисой, после чего поступила в Санкт-Петербургскую театральную академию. Рапопорт до последнего сомневалась в своём актёрском даровании и несколько раз бросала учёбу. Но затем всегда возвращалась обратно. После выпуска из Академии Рапопорт вошла в труппу малого драматического театра и стала много сниматься в кино, в том числе и за рубежом. Серьёзный прорыв произошёл с Ксенией, когда она смогла убедить итальянского режиссёра Джузеппе Тарнаторе, что подходит на главную роль в его ленте «Незнакомка». За эту работу Ксения получила несколько престижных премий и признание в европейском киносообществе. Награду Венецианского кинофестиваля актриса получила ещё за одну роль в итальянском фильме. Это была картина Джузеппе Капотонди «Двойной час». Среди других многочисленных ролей Ксении Рапопорт можно выделить работы в таких картинах и сериалах, как «Бандитский Петербург», «Всадник по имени Смерть», «Гибель империи», «Ликвидация», «Два дня», «Распутин», «Дама пик», «Мифы», «Лёд» и многих других. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Это интересно» мы бы хотели вспомнить одного из самых заметных писателей-фантастов 20 века, создателя классического премьера жанра литературной антиутопии, а также его наиболее известную экранизацию. Речь идёт об американском авторе Рэй Брэдбери и его романе «451 градус по Фаренгейту». Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в американском городе Уокеган, штат Иллинойс. В середине 30-х, во времена Великой депрессии, Рэю и его родителям пришлось переехать в Лос-Анджелес, где они поселились у родственника семьи. После окончания средней школы Рэй не смог поступить в колледж, сказалась нехватка материальных средств. Вместо учёбы будущий писатель либо продавал газеты на улицах города, либо сидел в библиотеке, читая книги. Свои собственные сочинения юный Брэдбери пробовал писать ещё в возрасте 12 лет. Когда ему было 17, он поступил в Лос-Анджелесскую лигу научных фантастов, объединение молодых писателей, помогавших друг другу писать рассказы и искать издателей. Писательский успех пришёл к Брэдбери лишь в 50-м, когда ему было уже 30 лет. Всё это время Рэй сочинял рассказы, продавал их в различные журналы и кое-как зарабатывал себе на жизнь. Первые серьёзные деньги принёс Брэдбери его первый же роман под названием «Марсианские хроники». Всего за свою писательскую карьеру Рэй Брэдбери написал 11 романов и практически неисчислимое количество рассказов. «Антиутопия 451 градус по Фаренгейту» была написана Рэй Брэдбери в 53-м, вслед за марсианскими хрониками. В книге рассказывается о вымышленном тоталитарном обществе, в котором любая литература находится под запретом, а специальные бригады пожарных обязаны сжигать все найденные ими книги, причём вместе с их владельцами. Главный герой книги, Гай Монтек, в какой-то момент отказывается сжигать одну из книг и прячет её под подушкой, тем самым становясь опасным преступником и предателем в глазах государства и своих же собственных коллег. Роман «451 градус по Фаренгейту» послужил толчком к всемирной славе Рэя Брэдбери. Первая публикация романа состоялась в только что появившемся журнале «Плейбой». Вскоре после этого книга была выпущена отдельным изданием, а Рэй Брэдбери навсегда стал одним из самых ярких представителей жанра фантастики. В середине 60-х, спустя 10 лет после публикации романа, идея об экранизации этой книги пришла в голову знаменитому французскому режиссёру Франсуа Трюфо, к тому моменту уже снявшему такие свои хиты, как «400 ударов» и «Стреляйте в пианиста». Этот проект стал большим вызовом для Трюфо. Это был первый цветной и первый англоязычный фильм в его карьере, так что разработка картины велась крайне скурпулёзно. Трюфо даже завёл специальный дневник для заметок, который впоследствии был опубликован. Большой проблемой стал английский язык, так как сам Трюфо на нём практически не говорил. Несмотря на это, сценарий он писал сам в соавторстве с другим французским кинематографистом Жаном Луи Ричардом. Впоследствии Трюфо не раз признавался, что ему более по душе французская дублированная версия этого фильма, нежели оригинальная английская, с её простыми и ненатуральными диалогами. Актриса Джули Кристи практически сразу была утверждена на роль жены главного героя, а вот найти исполнительницу роли его новой подруги, невольно подтолкнувшей героя на путь революционера, долго не получалось. Известно, что Трюфо предлагал её таким актрисам, как Джин Себерг и Джейн Фонда, но они его чем-то не устроили. После долгих раздумий режиссёр нашёл очень неоднозначное и неожиданное решение снять Джули Кристи в обеих ролях, показав тем самым, как Трюфо сам впоследствии выразился, две разных стороны одной медали. Рэй Брэдбери высоко оценил работу Франсуа Трюфо на декранизации его книги «451 градус по Фаренгейту». Он утверждал, что это хорошее кино с отличной атмосферой и приятной музыкой. Однако одну ошибку, по его мнению, Трюфо всё же совершил. Речь идёт о том самом решении снять Джули Кристи сразу в двух разных ролях. Кинокритики выражали по поводу этой картины весьма полярные мнения от полного восторга до тотального неприятия. Впрочем, несколько престижных наград ей всё-таки удалось получить. На сегодня это всё. Смотрите кино. Пока.